Запуск и успешные развертывания зеркал космического телескопа Джеймс Уэбб привлекли внимание всего мира. И это очень здорово, ведь телескоп доказывает, что как бы многие вещи не пытались нас разделить, космос все же объединяет планету. Честно говоря, мы не особо хотели выпускать о Джеймсе Уэббе в видео, ведь о нем многое рассказали более талантливые люди, чем мы. Но в комментариях к их и нашим роликам мы все же нашли множество вопросов, так что в ближайшие пару минут мы постараемся резюмировать все, что нужно знать об этом чудо-телескопе и объясним точки Лагранжа, особенности Джеймса Уэбба и его задачи максимально простым языком. А если у вас еще имеются вопросы, милости просим в комментарии, мы там ответим на все. Ну а прежде чем мы начнем, поясним, что в видео речь пойдет не только о позитиве. С телескопом Джеймса Уэбба связано множество негативных и грустных моментов. О них чуть позже, а пока начнем с простейших основ. Астрономия, в первую очередь, это наука, изучающая небесные тела. Чтобы их изучить, сначала нужно на них посмотреть. И здесь перед учеными на протяжении нескольких тысячелетий вставала неумолимая проблема. С Земли смотреть в космос не особо-то получается. Ведь, во-первых, земная атмосфера — это 10 литров воды в жидкостном эквиваленте. Даже если вы что-то через такой слой разглядите, нельзя быть уверенным, что изображение не искажено. Во-вторых, видно с Земли только очень уж яркие объекты. А изучать хочется не только их, ведь, в конце концов, небесные тела вроде нашей с вами Земли по космическим меркам безумно тусклые. И найти планеты с признаками жизни с поверхности априори тяжеловато. Для решения проблем с помехами люди забираются для наблюдений в горы, минимизируют влияние атмосферы и светового загрязнения. На Канарских островах стоит огромнейший Большой Канарский телескоп. На Гавайях красуется двойной телескоп Кека, способный собирать аж 130 галактик в одну экспозицию. В связи с запуском телескопа Джеймса Уэбба часто можно встретить заголовки о том, что это самый большой телескоп в истории человечества. В реальности это и близко не так. Главное зеркало Джеймса Уэбба — 6,5 метров в диаметре, а у того же Большого Канарского телескопа — 10,4 метра. Да и вспомогательное оборудование, различные фильтры и датчики у земных телескопов-то покруче. Это в конце концов логично, учитывая, что речь об объектах, которые строят на Земле, а не отправляют в космос. Джеймса Уэбба будет корректнее называть самым оптимизированным и полезным телескопом в истории с самыми детальными результатами. Чтобы понять, почему так, перейдем к другим проблемам астрономии. Когда люди начали строить монструозные телескопы в горах, часть проблем, связанных с атмосферными помехами, ушла. Но часть все же осталась, ведь, во-первых, полностью ликвидировать влияние атмосферы не могут даже высокогорные устройства. Во-вторых, атмосферные помехи — лишь кроха помех, которые имеются на Земле. Наша планета, как минимум, блокирует невероятно полезное для изучения космоса инфракрасное излучение. Ну а в-третьих, установленным на Земле телескопом банально мешают погода и географическое положение, из-за чего им подвластны лишь определенные участки неба, да и то не всегда. В общем, астрономам стало ясно, что лучше бы запускать телескопы в космос. Там и помех поменьше, и обзор пошире. Происходили эти события достаточно давно. Еще в 1923 году Герман Оберт описал концепцию орбитального телескопа. В 1946 году Лайман Спитцер продолжил его мысли, и что главное, донес их до НАСА. Впервые телескоп отправили на орбиту аж в 1966. Правда, проработал так называемый ОАО-1 всего три дня. Его сменщик ОАО-2 продержался четыре года. А ОАО-3, получивший псевдоним Коперник, добился прекрасных результатов, трудившись на орбите аж 11 лет. Важно понимать, что эти орбитальные телескопы не просто скидывали ученым фотографии на обычные камеры. Главная причина успехов в том, что астрономы к тому моменту уже прекрасно знали, что видимый свет лишь крошечная частица электромагнитного спектра. И космос гораздо продуктивнее изучать в невидимых человеческому глазу диапазонах. Ведь в них звезды галактики и другие объекты оставляют характерные сигнатуры, изучая которые можно судить о плотности объектов, их структуре и даже физическом составе. Упомянутый нами ОАО-2, к примеру, доказал, что кометы окружены водородными облаками, как раз изучая их в ультрафиолетовом диапазоне. В общем, мир понял, что затея снимать космос из космоса того стоит. И родилась идея гигателескопа, которая вылилась в старый добрый Хаббл. Правда, за окном разворачивалась холодная война, да и космическая гонка сходила на нет. Поэтому выбить финансирование и разрешение ученым было тяжеловато. Производство Хаббла затянулось на долгих 20 лет, которые омрачились многочисленными распилами, увеличениями бюджетов и постоянными переносами запусков. Стартовать Хаббл должен был в начале 80-х, но в итоге увидел перенос на 1984-й, а потом и на 1986-й. Катастрофа шаттла Challenger отбросила телескоп еще на 4 года. Причем каждый месяц простоя стоил 6 миллионов долларов, подогревая и так растущее в США недовольство проектом. И даже успешно выйдя на орбиту в 1990-м, Хаббл столкнулся с проблемой. В главном зеркале телескопа вскрылся дефект, из-за которого изображения оказались размыты. На полную мощность Хаббл заработал лишь в 1993-м, когда к нему прилетели и установили своеобразные очки, исправившие телескопу зрения. И несмотря на всю коррупцию, политику и технические проблемы, научному сообществу Хаббл за свой запуск отплатил сполна. Список его открытий можно перечислять долго, но мы обещали говорить простым языком, и говоря на нем, Хаббл, ввиду нахождения на орбите, способен присылать в 5-10 раз более четкие и детальные фотографии, чем телескоп его весовой категории на Земле. Благодаря ему мы узнали очень точный возраст Вселенной, открыли планеты за пределами Солнечной системы и впервые хорошенько поглазили на Плутон, открытый еще в 1930-м. Попутно телескоп продуктивно работает в невидимых глазу диапазонах, и что самое главное, способен работать с невероятно тусклыми объектами, детализируя их и открывая перед учеными тайны происхождения Вселенной. Вы ведь не забыли, что банальный взгляд на ночное небо – это взгляд в прошлое. Мы видим свет от звезд, который прошел десятки, а иногда и миллионы лет. Возможно, некоторые звезды из тех, что мы видим, давным-давно взорвались. А магия в том, что и с остальными частями электромагнитного спектра происходит то же самое. Глядя достаточно далеко в плане расстояния, мы одновременно смотрим достаточно далеко в прошлое. А следовательно, невероятно тусклые и далекие галактики, Хаббл и другие телескопы увидят такими, какими они были по космическим меркам через мгновение после Большого взрыва. Если вы считаете, что это сугубо теоретический интерес, не несущий никакой выгоды, это большая ошибка. Ведь изучая спектральные показатели подобных объектов, мы узнаем кучу полезных вещей. К примеру, историю происхождения драгоценных металлов, просто металлов и процесс распределения вещества во Вселенной в целом. Для будущих космических путешествий и поиска ресурсов за пределами Земли – это ключевые моменты. Наши праправнуки будут очень рады этим данным. Стоит также отметить, что Хаббл не единственный полезный космический телескоп. Телескоп Чандра изучает черные дыры и очень горячие объекты и показал нам мощнейшую рентгеновскую вспышку черной дыры в центре нашей галактики. Телескоп Ферми работает по гамма-диапазону и фиксирует мощные гамма-вспышки в космосе. Телескоп ТЭС ищет планеты за пределами Солнечной системы и уже отметил тысячи кандидатов, проверять которые, к слову, будет телескоп Джеймса Уэбба. Есть в космосе и русско-германский телескоп Спектр-РГ, который, как и Джеймс Уэбб, болтается в точке Лагранжа и составляет карту Вселенной в рентгеновском диапазоне. Спектр-РГ уже сделал пару неплохих открытий, связанных с черными дырами и теорией Большого взрыва. Но это уже другая история, а мы перейдем к Джеймсу Уэббу. Зачем требовалось такое большое вступление? Чтобы, с одной стороны, вы поняли теоретическую необходимость изучать космос из космоса, а с другой познакомились с историей практической реализации Хаббла. Ведь параллелей с Джеймсом Уэббом будет много. Конкретно его разработка началась, чтобы решить ровно те же проблемы. Человечеству хотелось бы дотянуться до не слишком ярких объектов, избежать помех при их наблюдении и по возможности поискать признаки жизни где-нибудь недалеко. Ведь по большей части все планеты, что мы находим сейчас, невероятно горячие. Даже тела размером с Землю, которые мы засекаем, это скорее похожие на Венеру разгоряченные каменюки, жизнь на которых маловероятна. Было бы здорово видеть планеты, которые по космическим меркам, как и наша Земля, холодные и очень тусклые. А уж если это получится, то по такой схеме можно взглянуть на совсем уж далекие объекты, в прошлое, максимально близкое к Большому взрыву. Эти идеи запустили для ученых Хаббл. А по мере технического прогресса, почти сразу после его запуска поставили задачу создания более совершенного телескопа. Случилось это в 1996 году, и название проекту телескопа далее незамысловатое. Космический телескоп нового поколения. Первоначальные планы подразумевали стоимость в 500 миллионов долларов и запуск в 2007 году. Разумеется, все пошло наперекосяк. Запустили телескоп аж в 2021-м, а стоимость выросла до 10 миллиардов долларов. Что, разумеется, вызвало большое количество шуток о коррупции и космических распилах. Журнал Nature даже назвал телескоп «пожирателем астрономии». Ведь в процессе увеличения бюджета космический телескоп нового поколения отщипывал деньги у других важных космических программ. На пике расходы на него составляли чуть ли не треть всех денег, выделяемых на астрофизику. Негатива с проектом действительно связано много. В 2002-м телескоп получил имя Джеймса Вебба, руководителя НАСА во времена космической гонки, благодаря которому американская лунная программа совершила рывок. Но позже вскрылось, что тогда в НАСА активно увольняли людей нетрадиционной ориентации, из-за чего поднялся скандал. Замять его удалось, ибо по итогам расследования вины непосредственно Джеймса Вебба в проблеме не нашли. Да и проблема эта для телескопа была крошечной. Когда в 2018 году, спустя аж 12 переносов запуска, телескоп начала изучать экспертная комиссия, вскрылось, что только критических проблем больше двух десятков. Во время испытаний вибрации крепежи разорвало, проводка оказалась неправильно проложена, и список изъянов стал поводом для мемов в научном сообществе. Это первая параллель с Хабблом. У него тоже были проблемы, и даже после запуска зеркала пришлось чинить. Но с телескопом Джеймса Вебба все сложнее. Он ведь полетит гораздо дальше Хаббла, в точку Лагранжа. И если Хаббл изначально подразумевали как телескоп, который пилотируемые миссии будут обслуживать, то Джеймсу Веббу помощи ждать не стоит. Поэтому любая помарка во время испытаний была настолько критична. Если бы телескоп не смог раскрыть главное зеркало, что ему успешно удалось, то плана Б у ученых просто не имелось. Ситуацию усугубляет то, что в собранном виде Джеймса Вебба отправить к точке Лагранжа физически невозможно. Он слишком здоровый и сложный. В итоге зеркало разбили на сегменты и управляют ими аж 126 моторов. И это лишь часть сложнейшей системы телескопа. Только представьте, какая хирургическая точность требовалась от инженеров. Собственно, она и стала причиной, по которой запуски так часто откладывались, а бюджеты увеличивались. Ситуация опять же аналогична Хабблу. И случилось не потому, что астрономы и инженеры такие… распильщики. А потому, что начали разрабатывать Джеймса Вебба еще в 1996-м, когда интернет был роскошью, а Intel еще и Pentium 2-то не выпустил. В 2005-м, когда проект телескопа испытал самую большую переработку, мощности компьютеров стали совсем другими. Нетрудно провести аналогии и с остальными сферами технологий. Инженеры банально раз за разом пересматривали механизмы и электронику ввиду новых открытий и технологий. Чего уж там, в 2006-м году большинство телефонов были кнопочными. А уже спустя 4 года мир смартфонов изменился до неузнаваемости. В год сейчас происходит столько открытий, сколько раньше случалось за сотню лет. И не мудрено, что инженеры тоже оказались заложниками ситуации. Пока один механизм согласовывали и начинали делать другой, появлялось что-то, что могло оптимизировать первый механизм. А учитывая, что их у телескопа Джеймса Уэбба куча, думаем, каждый поймет масштаб проблемы. В итоге на свет появился телескоп, который вообще ничем не похож на тот, что планировался изначально. О его четких технических характеристиках вы сможете послушать на каналах более умных людей, чем мы. А мы лишь вкратце пробежимся по-главному. Основное зеркало Джеймса Уэбба в 6 раз больше, чем у Хаббла, но в то же время почти наполовину легче. С точки зрения технологий это шедевр. Да и эстетически оно смотрится стильно благодаря золотому напылению. Его на такую махину использовали не так много, всего с шарик для настольного тенниса. Золото лучше отражает инфракрасное излучение, основной способ добычи телескопом данных. Поверх его обработали диоксидом кремния, защитив от царапин, и уместили на огромную конструкцию, главной частью которой является защитный экран размером с теннисный корт. Вы ведь не забыли, что главная причина, по которой мы пуляем телескопы в космос, это помехи. Их достаточно и на орбите, из-за чего Хаббл выглядит так, будто его собирала в космос бабушка. В точке Лагранжа, куда летит Джеймс Уэбб, они тоже имеются. В первую очередь это тепловое и прочие виды излучения от Солнца, Земли и Луны. Защитный экран телескопа позволит ему свести значение помех до исторического минимума. И вместе с охлаждающими субстанциями будет держать оборудование Джеймса Уэбба в мягкой прохладе. Ну, как сказать мягкой. Рабочая температура телескопа меньше минус 200 градусов Цельсия. А некоторые камеры и спектрографы и вовсе охлаждаются до минус 266 градусов. Помогут в этом ядерные криокулеры, которым позавидует любой геймер. Уйдем от графиков и технических характеристик и постараемся понять, чем отличается Джеймс Уэбб от Хаббла человеческим языком. Во-первых, Хаббл по большей части работает в видимом человеческому глазу диапазоне, который для ученых гораздо информативнее оптического. С ним, к примеру, можно увидеть объекты, яркости которых не хватает, чтобы пробиться в оптический диапазон. Во-вторых, Хабблу все же 31 год. Джеймс Уэбб технически совершенней, запущен в точку Лагранжа и благодаря совокупности этих факторов сможет увидеть в сотни раз более тусклые объекты. Ну а в-третьих, Хаббл, если что, на бумаге выработал свой ресурс и закончил программу аж 15 лет назад. То, что он до сих пор на орбите, лучшая демонстрация, что инженеры и ученые не просто так завышают бюджеты. Зубодробительная надежность телескопа поражает. Но все же из-за банального прогресса выдать все интересующие сейчас ученых данные Хаббл уже не может. Хотя, по иронии, теоретически может проработать дольше Джеймса Уэбба. По некоторым оценкам, Хаббл сможет держать орбиту и функционировать и к 2040 году, в то время как телескоп Джеймса Уэбба потратит топливо и охлаждающие жидкости где-то между 10 и 15 годами работы. Но какие задачи он сможет выполнять? Опять же, уйдя от сухой терминологии, поговорим о простом примере. Есть небольшая галактика с поэтичным названием UDFJ 3954-6284. Она располагается от Земли где-то в 13 миллиардах световых лет. Это не только расстояние, но и время. Мы видим галактику, название которой повторять, пожалуй, не будем, такой, какой она была всего через четыре сотни миллионов лет после Большого взрыва. Позволяет это сделать, к слову, старина Хаббл. Запустив Джеймса Уэбба, мы, во-первых, глянем на эту галактику в гораздо более высоком разрешении и диапазоне волн. Во-вторых, возможно, найдем еще и более далекие галактики. То есть взглянем в прошлое еще глубже. Джеймс Уэбб позволит нам бесплатно и без смс запустить машину времени, посмотреть, как выглядели самые первые звезды их галактики после Большого взрыва, и человечество максимально приблизится к разгадке появления вообще всего. Вторая возможность, которую предоставляет инфракрасное оборудование – работа с тусклыми объектами, то бишь с планетами. Для начала отметим то, что планеты за пределами Солнечной системы Джеймс Уэбб будет щелкать и открывать как орешки. Причем не только огромные и горячие Юпитеры, как мы делаем сейчас, но и планетки поменьше и попрохладнее. То есть те, где теоретически может быть жизнь. Ведь инфракрасный спектр позволяет не только взглянуть, но и пощупать планеты. Джеймс Уэбб спокойно подскажет, есть ли в атмосфере открытой планеты какие-нибудь аммиак, метан и прочие доказательства жизни. Некоторые ученые вообще считают, что спустя 60 часов после включения полноценного режима работы телескопа мы обнаружим признаки внеземной жизни. Это, конечно, оптимистично. Но опять же, оборудование Джеймса Уэбба может так спокойно и качественно сканировать планеты, что рано или поздно найдется нечто похожее на Землю по инфракрасному отпечатку. Собственно, это и есть две главные задачи телескопа. В основном он будет глядеть в прошлое, показывая, как выглядели и формировались первые галактики, да и изучать планеты на признаки наличия жизни. И делать это с невиданной ранее точностью. Угловое разрешение Джеймса Уэбба позволяет детально разглядеть футбольный мяч с расстояния 550 километров. А нахождение в точке Лагранжа позволит экономить топливо и охлаждающие вещества. А что это за загадочная точка? Вообще, речь не о конкретном месте. Точками Лагранжа называют своеобразные точки равновесия между космическими объектами. Представьте, что вы находитесь между Землей и Луной. В зависимости от расстояния до двух объектов, гравитация одного из них будет работать сильнее. Ближе к Земле подключится земная, в то время как лунная будет ощущаться слабей. И наоборот, уперевшись в Луну, преобладать будет ее гравитация. А точка Лагранжа – это место, где эти силы уравновешены. То есть объект с небольшой массой будет оставаться неподвижным по отношению к двум телам. Причем подобных точек сразу несколько в любой системе. Неважно, идет ли речь о Земле и Луне, Солнце и Марсе или другом небесном теле. Конкретный телескоп Джеймса Веба отправлен в так называемую точку Лагранжа под номером 2. Она всегда находится за телом, обладающим меньшей массой. То есть в системе Солнца-Земля вторая точка Лагранжа лежит за Землей и еще дальше от звезды. Вращаться вокруг Солнца телескоп будет всегда по прямой линии, проходящей через нашу планету, что позволит ему сохранять одно и то же по отношению к нам положение. И попутно тело, находящееся в этой точке, может разом укрыться от влияния что Земли, что Солнца, что Луны, находясь в плюс-минус стабильном месте. Что для телескопа очень важно, ведь минимизируется необходимость калибровок и прочих вспомогательных операций. Собственно, Джеймс Веб в этой точке Лагранжа не первый. Там же успешно работает упомянутый нами спектр, есть телескоп Гея, а несколько проектов уже завершили свои миссии. В общем, в этом плане телескоп Джеймса Веба уникальным не станет. Но станет уникальным в плане детальности наших знаний о Вселенной и возможностей по ее наблюдению. Мы горячо советуем подробнее ознакомиться с его характеристиками, камерами и зеркалами на каналах профессионалов. Это безумно интересно, ведь теоретически только включившись этот малыш может дать нам данные о том, что где-то совсем рядом с нами во Вселенной есть все признаки жизни. А факт возможности взглянуть в прошлое Вселенной чуть ли не к большому взрыву и вовсе будоражит рассудок. Ну а если нашему видео удалось вас хоть немного взбудоражить, мы будем рады вашему лайку и комментариям по этому поводу. До новых встреч, друзья!